Субтитры делал DimaTorzok Это не по этикету, но тем не менее я хочу именно эти слова вам сказать Спасибо большое, что вы есть, спасибо, что вы приехали к нам И я думаю, во-первых, поздравляю вас с госнаградой Вы ее заслужили, безусловно И вопрос первый такой у меня сразу же Расскажите о своей семье и о вашем детстве во Фронзе Во-первых, я вам тоже хотел сказать спасибо за то, что ведете спортивные передачи Всегда говорилось, что здоровье нации это спорт И поэтому я вам благодарен, что вы рассказываете вообще о спорте Чтобы жители Кыргызстана, как говорится, жили вместе со спортом И чтобы как можно больше детей участвовало в тренировочных процессах Ну а награде, конечно, еще раз я хотел бы поблагодарить Правительство Кыргызстана, президента лично, который встретил меня вчера в этом случае И поэтому для меня это большая награда, большая честь Получить эту награду И, конечно, когда было вручение, я, к сожалению, не смог приехать И вот сейчас, буквально 14-15 месяцев спустя, я нашел маленькое окошко, скажем так В очень плотно загруженном графике И поэтому очень рад быть сегодня здесь с вами И поэтому еще раз хотел бы вас всех поблагодарить Что вы говорите обо мне, что вы помните И напоминаете землякам нашим, что, во-первых, я кыргыз И я отсюда, из Фрунзе, из Бишкека И мне очень, как я говорю, всегда приятно А об этом все мы поговорим, да Вот Сидык хотел бы начать именно с того, какие вы были в детстве И о вашем детстве здесь И, конечно, о родителях и семье Ну, родился я 2 июня 1968 года Еще тогда было Киргизское СР и город Фрунзе Родился в семье, где у меня отец Папа и мама к спорту не имели никакого значения У нас было 4 брата, я был младшим братом Ну и как все нормальные счастливые дети того времени Советского Союза мог С нашими трудностями, естественно, тех времен Заниматься спортом, выбирать У нас были секции, кружки в советское время И мои родители, я пробовал тоже играть и в футбол И легкой атлетикой занимался И баскетболом, и боксом, и плаванием В семь взятом году мои родители переехали В микрорайон Аламедин и в Аламедин-1 И сразу за домом была построена 38-я средняя школа Где был построен по тем временам Для простой советской школы Очень хороших размеров и стандартов Скажем, не полностандартная, но очень хороших стандартов Спортивная площадка И там начал приходить и заниматься гандболом Тренер Александр Львович Гагулин Покойный, царство ему небесное И так я потихоньку, играя в футбол Было холодно Ну и мои друзья потихоньку стали перебираться в теплый зал Ну и так как друзья, это значит друзья И я тоже вместе с ними И с того времени я до сих пор в гандболе То есть появление вас в гандболе, оно было, скажем так, случайным по сути Да, да, практически То есть вы не цель направленно нашли гандбол? Нет, но после первой же тренировки я полюбил этот вид спорта Честное слово А почему? Потому что знаете, гандбол, как-то я вышел с тренировки с таким ощущением Что, знаете, у меня болели ноги, у меня болела спина У меня болели плечи, у меня болела голова, руки Все болело Это значит, это спорт, в котором нужно уметь хорошо бегать, прыгать Иметь хороший бросок и еще и думать Поэтому я думаю, что он настолько действительно динамичный И полностандартный, я бы так сказал, спорт И вот до сих пор в нем и не жалею Отлично Такой вопрос, откажите, пожалуйста, о том гандболе, который был в Советском Союзе у нас в Кыргызстане Каким он был? Ну, естественно, гандбол, это надо сразу отметить Это спорт массовый, скажем, это коллективный И где нужно... большое влияние зависит от наших тренеров В наше советское время, на счастье, у нас в Кыргызстане было много тренеров Были хорошие спортивные, детские спортивные школы по всей Кыргызии Это было и в Соколуке, и в Беловодске, и в Аше, и на Иссыкуле играли Ну и в Бишкеке было, и во Фрунзе тогда было несколько школ, где занимались дети в гандбол Это были дети любых возрастов, где тренера приходили и в нас внедряли это Я считаю, что гандбол в те времена был на хорошем, высоком уровне И государство нас поддерживало, и, естественно, без учителей невозможно, чтобы вышли игроки И поэтому я благодарен тем учителям, которые были здесь То есть команд было много? Очень много было, играли в чемпионат Кыргызии играть, это было очень приятно И я считаю, что по детям мы на довольно-таки неплохом уровне играли Неплохо А ваша команда Буревестник была первая, расскажите о ней Буревестник Фрунзе, ну мне тогда еще 16 лет, я учился в 10 классе И, конечно, было очень тяжело играть по мужчинам, где были игроки по 25, там 26 лет Ну, о которых я тоже могу тепло вспоминать И, конечно, это была команда при Фрунзенском политехническом институте Была команда мастеров, которая играла в советское время в первой лиге Была высшая лига, на весь Советский Союз было только 12 команд А мы играли во втором эшелоне, это в первой лиге, я считаю, что это очень престижно И студенческая команда, в основном молодые ребята по 22-23 года было Ну и такие молодые, как мне посчастливилось вместе с ними играть Я попал в нее, и мы достойно выступали на чемпионате СССР в первой лиге И задерживались, по-моему, если я не ошибаюсь, в 81-м году первый раз команда из Бишкека, из Фрунзе вышла в первую лигу И потом мы до 86-го года в ней играли Она была единственная команда из той самой Киргизии? Да-да-да, это была единственная команда, которая играла в первой лиге Ну, я считаю, что это было очень пончетно Мы были среди, скажем, 30-ти лучших команд Советского Союза А чуть позже уже вы попали в ЦСКА Расскажите, пожалуйста, о том, как проходил этот переход из буревестника в ЦСКА Кто к вам пришел? Силиционеры какие-то пришли, может быть? Ну, как я сказал, мне посчастливилось 16 лет я начал играть в первой лиге в команде мастеров И потихоньку стал ездить на туры И меня стали замечать и в юниорской сборной СССР тогда И в ЦСКА ЦСКА это была самая сильная команда, самый сильный клуб во всех видах спорта Где, естественно, армейцы, военные всегда имели, армия всегда имела силу И для каждого из нас это было, ну, очень, как сказки попасть туда И мне посчастливилось, хотя я в самом начале своем очень сопротивлялся Хотел остаться дома, не хотел ехать Но меня, так скажем, заставили, заставили ехать в Москву Тогда тренер команды, полковник Мельник был такой Он приказом из Москвы, я помню, приезжаю домой И на лестнице меня стоят, ждут военные И мне сказали, так, грубо говоря, привезли в военкомат И сказали, военком сказал мне так Сынок, я не знаю, кто ты, ну давай бегом в Москву Короче, вот таким образом я и оказался в Москве Естественно, в Москву я приехал, это была команда высшей лиги, чемпион СССР Там они кубок кубков, кубок чемпионов выигрывали И играли там олимпийские чемпионы, чемпионы мира И просто войти в зал, где стояли все эти легенды Того времени, это для меня был, ну, вообще такой шок был И мне посчастливилось вместе с ними тренироваться и играть В какой момент своей карьеры начальной Вы почувствовали, что хотите стать гандболистом, профессионалом Чтобы посетить себя, всего себя в этот спорт Может быть, я не был, скажу так, плохим учеником Но у меня был такой, с дисциплиной у меня было всегда, я был очень характерный молодой человек И один раз я поссорился с одним из учителей, и он так сказал, а вот там... Это было здесь? Да, в Бишкеке, во Фронзе И я ему сказал, я говорю, ничего, ничего, вы вспомните обо мне, когда я стану олимпийским чемпионом и чемпионом мира И уже тогда я для себя решил, если я буду заниматься, я буду заниматься... Я не хочу как-то, чтобы люди подумали обо мне плохо Я просто всегда, если я что-то делаю, я должен быть лучший То есть, уже играя в буревестики, вы хотели... Еще раньше А еще раньше? Еще когда был ребенком, я был такой, очень агрессивный И когда я не попадал в состав на спартакаду школьников, там играли ребята 66-67 года, а я был 68-го В этом возрасте два года разница, это очень большая разница, даже год И я сказал, все равно я там буду играть, добился и всегда ставил цели самые высшие И я всегда хотел быть лучшим в мире, это амбиции Я всегда говорил, когда приехал даже в Москву, у нас было пять друзей, и все мы были центральные разыгрывающие Ну, я им всегда это помню, всегда я им в один день прекрасно сказал Друзья мои, извиняюсь, но я бы вам всем посоветовал искать себе клубы Потому что вы здесь не будете играть, я вас всех съем Ну и так получилось, что в принципе, не к тому, что я хочу там сказать что-то так, чтобы люди подумали, что я не скромный человек А просто потому что я всегда верил в себя, и у меня такой характер Хорошо, вам было 18 лет, когда, по-моему, 18 лет, когда вы переехали в Москву Вы были в юном возрасте, такой переходной период все-таки О чем вы больше всего переживали в тот момент? Ну, конечно, уехать далеко от дома, без родителей Но, с другой стороны, ты приходишь туда, и когда видишь, что они меня считают человеком из периферии И считают так, как бы, не то, что могу сказать, недостойным, а что я хуже их, меня это задело И я сказал, ну, ничего, будем работать И, как говорится, нож в зубы замкнул и вперед пошел работать И, в принципе, знаете, думал только о том, что все равно я покорю Москву и стану хорошим спортсменом Говоря, конечно, о советском спорте и о лично вашей карьере Вас вынули национальной уже сборной СССР Скажите, пожалуйста, как этот переход также проводился и как вас приняли в сборной? Ну, этот процесс, конечно, намного тяжелее, чем все думают Потому что я прошел через все молодежные и юниорские сборные Где приходилось очень много тренироваться Часто, ну, всегда не так легко было Но, вы знаете, потом, когда уже все знали, кто я И когда я уже играл по молодежи, то, в принципе, относились уже получше Ну, естественно, когда меня в 21 год мы стали чемпионами мира по молодежи Мне посчастливилось стать лучшим игроком и лучшим бомбардиром того чемпионата мира Меня сразу же привлекли в первую сборную национальную Ну, и, естественно, должно быть всегда уважение к ветеранам Это, ну, я сразу пришел и сказал, что, в принципе, первый день я принесу мяч Но больше такого не повторится Хорошо Олимпиада 92-го года в Барселоне проходила По сути, страны уже не было, но вы играли за объединенную сборную Вы были капитаном той самой команды Вообще, какое было настроение в той самой команде? То есть, по сути, вы друг другу уже не соотечественники Это разные страны, но была объединена сборная Какое было настроение именно в команде? Знаете, когда 19 августа 91-го года произошел тот путь И когда не стало Мы все уже чуть-чуть раньше У всех в голове было, что что-то происходит В политике Советского Союза, что что-то не так И потом, когда это все произошло Для нас, для всех было очень тяжело Уже там и с чемпионатами, с организацией И многие ребята уже, естественно, слухи ходили, что будет разъединение стран Уже начинались образовываться новые государства Новая Россия, новая Беларусь, новая Украина, новый Кыргызстан, Казахстан Там все было тяжело Но к нашему счастью нам повезло, что нам дали возможность всей команде доработать до Олимпийских игр И мы под Олимпийским флагом, как сборная Содружества Независимых Государств поехали там Было тяжело, но, к счастью, наше руководство сумело отделить нас Оградить от тех всех политических, скажем, трений И как-то нас настроить вот именно на Олимпиаду, на борьбу И для нас, для многих молодых ребят это было отдушено Скажем так, быть на Олимпиаде и завоевать призовое место Ну, а нам еще посчастливилось больше, и мы стали Олимпийскими чемпионами А за что вы сражались тогда? То есть, по сути, страны не было, вы сражались именно за что-то, скорее всего Мы, наверное, сражались больше за нас, за всех И за ту бывшую страну, которая называлась СССР Все равно, как бы там ни было, мы в то время все себя чувствовали гражданами СССР Знаете, до сих пор часто, когда у меня бывают игры в бывших советских странах В России, на Украине, в Латвии Общаюсь с друзьями, когда я побывал в Армении, в Грузии Я там не чувствую себя в гостях, я чувствую себя как дома Потому что это все-таки, в моем мозгу все равно, мы были все едины И в этом наша была сила, и, к сожалению, этого уже нет Хорошо Ну, по сути, золото Олимпийских игр – это вершина мечты каждого спортсмена Все об этом мечтают, это главная цель, скорее всего, каждого Вы ее достигли в таком, достаточно молодом возрасте А в тот момент, что дальше? Что думали вы в голове? Вот что я буду делать? Вот это и было, знаете, самое страшное Потому что, когда мы стояли на Олимпийском педестале И играл гимн Олимпийского комитета международного, интернационального А не гимн СССР Вот ты тогда понимаешь только Всю ситуацию, всю вот эту вот, ну Ну, было страшно, было страшно, и мы стоим такие с ребятами И играют гимны, ну уж, а теперь что? Дальше как жить? Ну, хорошо, мы подписали все контракты, выехали за границу, основная масса Но потом вдруг в одночасье стали Я потом ездил к друзьям в Белоруссию, мне нужно было ставить визу в Украину Надо было ставить визу, это было так для меня непривычно и неприятно Что, в принципе, было очень страшно Так как я в то время, у меня была и квартира, и все, и прописка в Москве Я автоматически, ну, стал гражданином России, извиняюсь И играл за Россию на чемпионате мира 93-го года А вот все-таки, в этот момент, у вас же был выбор между Россией и Кыргызстаном То есть гражданство выбрать Почему выбрали на России? Ну, потому что в тот момент я был прописан Там у меня все было, жена россиянка У меня квартира в Москве была, клуб в Москве И, в принципе, в Кыргызстане гандбола уже не было Но здесь логично, что каждый человек должен думать о своей карьере Спортивной карьере И поэтому, как бы, наследственность пошла Я стал гражданином России И позже задумался над этим И решил стать принятым гражданством Испании Хорошо Нет, ну, я к тому, что в тот момент, по сути, да Страны не было, у нас не было гандбола, по сути Но была такая система гандбола в нашей стране Она была советская уже Она была как бы устоявшаяся Люди ушли, разошлись по разным странам Вы были человеком авторитетным в тот момент Вы не думали о том, что вот вернуться и как-то сохранить эту школу гандбола в нашей стране? Вы знаете, невозможно Невозможно сделать Игрок это лишь песчинка в пустыне Я бы так сказал А всем этим должны заниматься руководители, руководящие люди Которые выделяют средства на то, чтобы развивался спорт Вы знаете, с конца 80-х годов уже была тенденция Не только в Кыргызстане, а вообще в бывшем Советском Союзе Что многие не думали о спорте А многие думали о том, как прокормиться Вам на счастье не посчастливилось Заходить в магазины, заходить в супермаркеты И чтобы были пустые полки И вот это, к сожалению, так было И поэтому каждый хотел В тот момент было больше борьбы на выживание Никто не думал о таких высоких целях Скажем так Я вот приеду в Кыргызстан Что бы я сделал тогда в Кыргызстане? Никто не занимался Страна находится на перепуте всего Вот это независимое государство Дети на улицах Знаете, как было страшно смотреть на то Что, видишь, ребенка с газетами продает На перекрестках газеты Моют машины Это было страшно для меня Который родился в Советском Союзе Который этого ничего не видел Я видел, что мы дети Мы ходили в садик Ходили в школу Занимались тем, чем хотели А здесь было Ну, мы все знаем Где-то с 89-го по 97-98 Это было где-то в районе 9-10 лет Ну, очень тяжелое время Поэтому весь спорт Изначально и в России И в Кыргызстане Поколения, которые должны были там тренироваться И расти К сожалению, эта генерация выбыла В гонболе Здесь даже Меня часто этот вопрос задают И понимаете, чтобы правильно ответить Чтобы люди поняли Один в поле не воин Это Если бы я в индивидуальном Пришел бы я борец, боксер Не хочу никого из них обидеть Это одно А когда ты должен Чтобы ты тоже играл Это должна быть целая система Это должен быть чемпионат Это должен быть Чтобы люди тренировались Дети тренировались и играли Чтобы ты тоже играл на их уровне Мы даже в то время Уже из Советского Союза уходили Потому что был тот же дефицит На игроков Потому что в России тоже осталось Где-то до 2000 года играли А потом пошел резкий-резкий спад Хорошо Вы играли за сборную России Стали чемпионом мира Вы сказали то, что Поменяли гражданство на испанское Вот У вас была зона комфорта по сути То есть вы играли в команде Очень давно Это была сборная России Великолепная сборная А почему же все-таки Вы поменяли гражданство испанское Ну вот То же самое Когда ты приезжаешь Получилось то Я бы как в этот момент Развал Советского Союза Был как бы беспризорником Скажем Какой у меня Детский дом примет В тот я и пойду И получилось так Что я в этот момент Оказался в России Так как у меня Была прописка Паспорт был Московский Российский И автоматически Я стал гражданином России Но были такие времена Очень тяжелые Я ничего не хочу говорить Все мы знаем Какие времена были И многие Мы были лакомым кусочком Для многих людей В те времена Ну понимаете Я играл за границей Это все Я должен был Обезопасить свою семью У меня в 92 году В декабре месяце Родился мой старший сын Естественно Прежде всего Я думал и заботился о нем Чтобы ему В будущем Ну и будущему сыну Который родился у меня В 97 году Было хорошо Если они оба родились в Испании Особенно первый Когда я и принял решение Я его должен обезопасить И оставить мою семью там Чтобы я мог спокойно спать Понятно Ну вопрос еще один Такой у меня есть Какая схожесть Между талантом ищебаем Гандболистом Как игрока И как тренера Ну я думаю Что вот это Мнение Которое будет Бытует У меня Всегда У меня есть такая ситуация Что меня либо любят Либо ненавидят Ну скажем так Либо не любят Скажем так Ненавидят Не хочу употреблять Этого слова Меня либо любят Либо не любят Так 50 на 50 Это Ну это из-за моего характера Потому что Никогда не любят победителей Человек который хочет победить И поэтому я Очень агрессивный на площадке Я очень эмоциональный И поэтому Не всем это нравится Особенно командам соперников И поэтому Когда ты выиграешь У них Они видят В тебе Скажем так Злого гения И поэтому Я с этим Нормально живу Что у меня объединяет Я думаю Это вот это Вера в себя Жажда к победе И Я такой же На максимум Вытягиваю Или пытаюсь Вытянуть Из моих игроков Как свое время Из себя И поэтому Может быть Вот это вот Общие черты А когда я выхожу За площадку За 20-40 То я совсем другой человек Я уже в быту Более компанейский Более улыбчивый Более Скажем Человек Хорошо Вы были На 4 олимпиадах Если не ошибаюсь Как игрок На 4 олимпиадах Вы были Как тренер На олимпийских играх Вот Какая разница В ощущении Быть игроком И тренером На олимпийских играх И не только На олимпийских играх Вообще Быть на крупных турнирах Игрок Конечно Это намного больше звезда Чем тренер Потому что игрок Когда ты игрок Тебя все знают Игрок более эгоистичен Это нормально Это нормально Какой бы он Хороший Товарищ Там скажем Партнер не был В раздевалке Либо за раздевалкой Он все равно другой Мы игроки Мы более эгоисты А когда тренер Тренером мы Подчинены Хотя от нас Больше зависит Мы подчинены Под режим всей команды Мы более Гибкие Мы более мудрые Мы более Скажем так Расширенно смотрим На проблематику Многих вопросов Поэтому Это очень Две разные вещи Я думаю Намного приятнее Быть игроком Намного Но намного Труднее быть тренером Хорошо Давайте поговорим О вашей семье Расскажите о ней Ну Я в Москве Познакомился И встретился С моей будущей женой В 91 году Поженились мы В марте И в принципе Моя жена была Тоже Гандболисткой У нас вся семья Спортивная Гандбольная Она была Чемпионкой мира В 90 году В составе сборной СССР Готовилась на Олимпиаду Ну и вдруг Как-то случайно Получилось Что Забеременела жена Мы ждали Нашего сына Старшего Ну ей пришлось Пропустить Эту Олимпиаду На которую она Должна была ехать И В 92 году Мы переехали В Испанию И там уже В Испании В 97 году В 92 году 17 декабря У меня родился Мой старший сын Алекс С ним тоже Были такие проблемы Мы приезжаем в Испанию Чтобы назвать ему Дать ему имя Я киргиз Жена русская Там испанцы В общем нашли этот компромисс Назвали его Алекс Не Александр Не Алехандро По-испански Ну и По-киргизски Можем скажем так Такой компромисс Нашли Интернациональное имя И в 97 году У меня родился Мой второй сын Мой младший сын Его назвал Мой старший сын Алекс Он назвал его Даниэлем Это в Испании Приносит счастье И я надеюсь Он будет счастливым Он счастливый А будет еще лучше И вот у меня Два сына Которые играют Сейчас За сборную Испании Оба чемпиона Европы В составе сборной Испании Ну так как-то А какой у отец? Вы отец строгий Вы мягкий Нет Я бы сказал Я больше всегда Отец друг Я никогда в жизни Не повышал голоса На детей Никогда в жизни Не ругал их Я только Глаза вверх подведу Они уже знают Что значит Что-то не так Поэтому у меня В семье Я никогда не кричу Никогда не ругаюсь С женой Если у меня какой-то конфликт Я просто с ней не разговариваю Она это понимает И сразу чувствует Это самое худшее наказание Для нее А для детей Я всегда был друг Всегда им советовал Все им Как говорится Не то что все им разрешал Говорил что можно А чего нельзя Поэтому я считаю Что мои дети И по сей день Меня считают своим другом И они идут ко мне С вопросами И для меня Это самая великая Скажем Награда Как отца Что мои дети Меня не просто Там уважают Любят Они верят в меня У вас гонгольная семья Дома О гонголе Часто говорите? Ну хочешь не хочешь Говорим Но я считаю Что мы Болельщики Реал Мадрида Мы в Испании Все такие У меня дети родились И выросли И я тоже И мы футболисты Все Ну болеем за Реал Мадрид Хотя я два года Работал в Атлетико Мадрид Ну Эти два года Они замените Да Но мы все Болельщики Реал Мадрида И поэтому Мы больше дома Наверное Говорим Все-таки О футболе О других делах Потому что Слишком много гонгола Это тоже Даже невеста Моего старшего сына Она тоже играла В гонгол Она тоже Понимает Да Бывшая Ну и так Как-то у нас Все с гонголом Поэтому мы стараемся Дома Как можно меньше Мы разговариваем Больше На житейские темы И очень-очень Много о футболе И в частности О Реал Мадриде Как вы считаете Какой вы человек Какой у вас характер Знаете Я бы сказал Я Человек Который Любит всегда Говорить правду И Часто меня Это Наказывали В жизни За мою Прямолинейность За то Что я говорю Правду С годами Естественно Я научился Я человек Очень В работе В деле Я очень Агрессивный Мне нужно На сто процентов Выкладываться И Я от людей Ожидаю того же самого А Вне Работы Я Читаю себя Отличным Семьянином Отличным Отцом И отличным Другом Как часто Вы бываете В Фургистане Вообще Пока были живые Родители Старался Каждый год Не всегда Это получалось Сейчас К сожалению Все меньше И меньше Получается Выбираться Ну стараюсь Хотя бы Раз в два года Приехать А с семьей Вместе Были здесь Были Были Но у меня Дети Тоже Как начали Расти Заниматься Спортом Последний раз Все вместе Мы были В 2008 Году Все вместе А так Мы с женой Приезжаем А дети Вот уже С 2008 Года Не были А вот Сэндитим Рассказывает О Кыргызстане Конечно Что именно Рассказывать Вообще Во-первых Что они киргизы Правильно Потому что В них 50% Киргизской крови Во-вторых Они все знают Сегодня Интернет К счастью Для нас Для всех Доступен Мой младший сын В жизни Не ел Вкуснее мороженого Чем в Кыргызстане Например Вот это Он всегда Помнит Мой старший сын Никогда В жизни Не ел Вкуснее шашлыка Чем в Кыргызстане Для них Это воспоминания Очень приятные Я считаю Что Были они На Иссыкуле Им нравилось Ну Воспоминания Хорошие Наша невестка Теперь Она все просит Чтобы мы ее привезли К счастью Для нас Она сейчас беременна Мы ждем внука Поздравляем Спасибо большое Мы этим летом Не сможем приехать Но Она все Нас уговаривает Что Я надеюсь Что В скором будущем Мы все вместе Приедем сюда Отлично Вопрос Вопрос Такой Я думаю Он интересен всем А вот С кыргызским языком У вас Лично У ваших детей Вы говорите На нем Нет Я говорю Ну Я бы так сказал С родителями Я всегда разговаривал По-киргызски Но потом Знаете 33 года назад Уехал Нет общения В те времена Это было очень тяжело Не с кем общаться Жена русская Дети выросли В Испании Потом мы работали Играли В Германии Они научились Немецкому Но даже Немецкий Не удалось Сохранить Потому что В Испании Это очень тяжело И потом Травмы у детей Когда говоришь На нескольких языках Они в развитии В будущем Может быть и лучше Но есть момент Когда они Мой Скажем так Застопоряются И в 2001 году Я из Германии Опять вернулся В Испанию Только для того Чтобы у моего Старшего сына Не было проблем Потому что Мой старший сын Стал Путать Очень много Между Испанией И между Германией Так как у нас дом И все будущее Мы Для нас Будущее было в Испании Мы за него Решили вернуться И я думаю Что сделали Лучший шаг В этом плане А с киргизским Ну Если я сейчас Месяц побуду Здесь полтора Я обратно Заговорю В принципе Это мне нужно Только Каждодневный контакт Скажем так И общение Практика Вот так же Как у меня С английским Я очень хорошо Говорил по-английски Сейчас вообще Уже Такая Мешанина в голове И чтобы Хоть что-то поговорить По-английски Мне Ну 2-3 дня Минимум надо Ну а с киргизским Чуть-чуть тяжелее Потому что все-таки Английский И в Европе И в мире Более Язык Который Более Востребованный Скажем так А так Очень тяжело Когда ты говоришь Целый день На русском На польском На испанском На немецком Тяжело А думаете На каком языке Думаете Я всю жизнь Думал Ну до определенного Возраста Я думал на киргизском После определенного Возраста Думал на русском А сейчас Больше думаю На испанском Думать на испанском Да А интересно Лично мне Вы слушаете Кыргызские песни Я даже Пел когда-то Когда маленький Был Вот вы знаете На польском Нет Ну Менсе сен Честен Сиевесен Тумарым Ну это Такая знаменитая Песня Несколько Месяцев назад Я как-то Программу Там И жене Стал петь Она говорит Что с тобой Я говорю Да вот что-то Из детства Песня Да И потом Какой-то Не помню Типа авторадио Что-то Как-то Так раз И эта песня Она говорит Да ты выдумал все И эта песня была Представляете Ну Это все в голове Ну Далеко там Где-то сидит Ну знаете Это Нужно Расчищать А для того Чтобы расчищать Мне нужно быть здесь Хорошо Вот когда вы едете В Кыргызстан Ну вы бываете Часто То есть Два года Раз А к кому Вы едете Я еду К брату К друзьям У меня здесь Мои лучшие друзья Мы все Отсюда Из Бешкека И Я приезжаю Останавливаюсь Либо у брата Либо у них Беспроблемно Вот вы приезжаете В Кыргызстан Вот Первое Куда вы идете Что вы делаете Первое Сразу иду на могилу К моим родителям Братьям Потом нужно Съездить на Скотский рынок Зарезать барана Ну Традиции соблюдаем Отлично А вот вы сами Лично Получаете новости Из Кыргызстана Ну конечно У меня друзья Как что-то случается Сразу сообщают Я читаю Ну Аки Пресс Читаю Больше всего Ну там Какие новости Бегло-бегло В принципе Плюс-минус Знаю что творится В стране А в спорте То есть Вы знаете Что у нас В спорте происходит Ну спорте так Особенно Ну я думаю Что было приятно Всем Футболисты порадовали Да На последнем чемпионате Азии И в 1-4 финала Они проиграли 1-8 В 1-8 Извиняюсь Не вышел В 1-4 Поэтому Так Ну следишь Смотришь Все-таки Радостно Когда Твоя Ну твоя родина Скажем так Твои люди Добиваются Ну хотя бы О нас начинает Говорить И знают На точке Земной карты Где мы находимся Поэтому Шевченко радует Ну естественно Я думаю Такие Смотришь Скажем Основные новости Там основные Там то что творится В стране Хорошо У меня такой вопрос Такое возможно Что когда-нибудь Вы переедете В Кыргызстан Жить На постоянной основе Невозможно Почему Объясню Потому что Часто себе Задаешь этот вопрос У меня жена Дети Ну дети Мои испанцы У них жены Будут испанками Дети Мои вноки Будут испанцами И где я должен быть Только с ними Поэтому Этот вопрос Здравомыслящий Я скажу так И человека Который Естественно Я хотел бы И в Москву Вернуться И в Бишкек Вернуться Это мои города Города Где я провел Сумасшедшие года Мои юни Моих Лучших воспоминаний Но к сожалению К сожалению У меня очень много друзей В Москве Тоже часто Приглашают Там есть и гандбол И приглашают Мне приехать Но я тоже должен Думать Не только Должен думать А я тоже Не должен быть Эгоистом А должен сделать так Чтобы было хорошо В моей семье Это правильно Такой вопрос Сказательно Нашего Гандболовца Как вы думаете Можно ли Его возродить Конечно Гандбол не такой Дорогой вид спорта Просто нужно Властям Государству Выделять на это Средства В Кыргызстане Это погода Мы можем Практически 8-9 месяцев Тренироваться На открытых площадках В свое время Как мы играли Ну вот Мы здесь В Бишкеке У нас же Открытые Земляные площадки Были Где мы Дети Там У нас были Все года По 3-4 команды Ну практически Везде В городе Там В Беловодске В Соколуке Еще раз повторяюсь В Аше Было очень много Гандбола Действительно Потому что Гандбола Климатические условия Киргизии Они Прекрасны Для Гандбола Естественно Если мы еще построим Там Какие-нибудь Залы Чтобы еще и зимой Могли Это было вообще Идеально и шикарно Для этого Нужны инвестиции Нужно Чтобы мы Вернули Многие наши специалисты Которые работали в Кыргызстане Они же уехали Тоже ребята Кто в России Кто Где работают Чтобы Ну Хотя бы иметь Прожиточный минимум Так бы я сказал А вот Вы лично думали об этом Что Было бы круто Если бы Гандбол В Кыргызстане Развивался Конечно Конечно И В свое время В начале Тех годов Я и помогал Там И старался помочь Ну Я считаю Что В принципе У нас сейчас Хороший президент Который Старается Пытается Но для этого Ему нужны Сподвижники И нужна Нужна помощь Помощь Прежде всего Государственная Потому что Гандбол Во всех странах Где он Хорошо развит Это прежде всего Очень Социально-экономическая Помощь Со стороны Государства Во Франции Просто Это 23 Спорт-интерната Где занимаются Больше Там Если я не ошибаюсь 350-450 Детей В каждом Интернате Между Мальчиками И девочками Это просто Неимоверное Количество В Дании В Германии В той же Испании Сейчас Кризис Начался И сразу Инвестиций Чуть-чуть Меньше Со стороны Государства И сразу Гандбол Упал Поэтому Мы Неотъемлемо Связаны С экономикой Страны Такой вопрос Вам лично Предлагали Официально Приехать в Кыргызстан Поработать Было такое? Ну Скажем Даже официальные лица Возможно Официальные лица В свое время Ну как-то вроде бы Спрашивали Как-то это Ну это же не серьезно Если честно Ну не серьезно Скажем Не хочу Завтра Зидану Предложат Приехать И взять Наш Ну Кто у нас Там Алгл Вы думаете Он приедет? Пускай он будет Киргизом Зидан Ну вы понимаете О чем я хочу сказать Ну это тяжело Понимаете Если я сегодня Сижу здесь Например Или Вчера Меня наградил президент Это же значит Я что-то добился В мире Где-то Ну если бы Честно Если бы я остался В Кыргызстане Там в 92-м году Закончилась Олимпиада Я патриот Кыргызстанский Приехал бы В Кыргызстан Ну что я там За 8 тысяч сомов Работал бы Вы понимаете Чего не тебя добился Ну да Ну может там Чемпионат Бишкека Выиграл бы Но он бы был Но он бы был Он бы был Вы видите Здесь очень тяжело А когда у тебя Двое детей Каждый Знаете Легко Всегда говорю Я никогда в жизни Меня много и критикуют И везде И любят И критикуют Я со всеми согласен Каждый человек Должен иметь свой выбор Если я выбрал Что я хочу Чтобы было так То значит Это мой выбор Правильный он Или неправильный Я вот добился Того Что меня знают Там И в Германии И в Дании И во Франции И в Испании И в Польше Там и в Венгрии И везде Я этого добился Я добился Что моя семья В принципе Нормально обеспечена Что мои дети Нормально образованы Что мои дети Будут иметь Нормальное будущее В принципе Если я не прав Я извиняюсь Но к сожалению Я выбрал именно этот путь Хорошо Ну по сути У нас уже время Подходит к концу Нашего эфира Ну у нас У нашего коллеги Из России Владимировича Познера Есть очень хороший друг Его зовут Марсель Пуст Это писатель из Франции И у него есть вопросы Лично вам Вы можете отвечать Коротко Можете развернуто Но вопросы есть И давайте я вам задам их Давайте Какие добродетели Вы цените больше всего Верность И честность Качество Которые вы больше всего Цените в мужчине Чтоб мужчина Никогда не был жадным А в женщине Верность Качество Которые вы больше Ну Больше всего Презираете в человеке Жадность Жадность Что вы больше всего Цените в ваших друзьях Их любовь ко мне Их Непосредственность Только потому Что они мои друзья Что является Вашим главным Недостатком Я могу сказать так Это Чуть-чуть Агрессивность Которую я с годами Пытаюсь Держать в своих руках Ну и Недостатком Тоже Считаю иногда Чересчур честный А какое ваше Любимое занятие Кроме гонбола Спать и путешествовать А что для вас Есть счастье Счастье Это Когда ты видишь Что Твоя семья Здоровая Что она развивается И Прежде всего Это семья Семья и семья В какой стране Вы бы хотели жить Испания С кем из ныне Живущих Либо когда-либо Живших на этом На этом свете Вы бы хотели встретиться Нельсон Манделла Какой момент В истории Вы цените Больше всего Мировой истории Ну Я думаю Это Возрождение Иисуса Христа Ваш девиз Вперед 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 Алга Алга И ваше состояние Духа В настоящий момент Спокойствие И Желание Совершенствоваться И идти вперед И напоследок Я думаю Что Это Будет Для вас Возможностью Возможностью Для наших зрителей Выслушать вас А вам Выговориться Возможно Что бы вы Хотели сказать Нашим гражданам Ну Здесь Буду Банально прост Любимые мои Уважаемые Родные мои Киргизы Я вас люблю Желаю вам Крепкого Крепкого Счастья Живого У вас Было Процветания В стране Чтобы вы Через Какое-то время Стали Швейцарией Средней Азии Да Ну и Здоровье Здоровье И благополучие Это То что я вас Люблю И всегда Вы со мной В моем сердце Это На тысячу процентов Могу сказать вам Правда Все Спасибо большое Вам спасибо Было очень интересно Спасибо Спасибо